О, это не то. А вот это то, что надо. Эй, о, моя стая! Это я, Затрокс, нас снова трое. Я, микрофон и мое пожилое мнение. Второй большой деблок стрелы, ну чем не повод выйти в люди? Как всегда, в нашем ламповом убежище полно важной и не очень инфы по предстоящей гомзе. Например, давеча я пошуршал в интернетах и нашел ответы разработчиков на весьма интересные вопросы. Будут ли изменения механики побед? Будет ли дамажить радиация после ядерного удара? Че там по урону на нарах? Как вам такой контракт? А вот такая мотылка с васильком? А если их оставить на ночь без присмотра? В общем, и без больших новостей найдем контенту. Все как всегда в канале Broken Arrow Sky, в дискорде, ссылка под видосом. Да и в целом, разрабы приятные люди, общаются в чатах, отвечают на вопросы работяг, рофлят в меру и без. Я хвалю их, они хвалят меня. Идеальная бизнес-модель, я считаю. Итак, DevBlock. Наших в воздухе родившихся специалистов презентуют нам сегодня. Специалисты дюжи мобильные, но, как оказывается, хрупкие ребята. Ибо десант — это испокон веков такие типы, которых выбрасывают куда-нибудь в очко, и потом от них требуют наступать в любом направлении. Ведь это самое очко находится во всех четырех измерениях пространства времени вокруг. Или наоборот, заставляют занять какую-нибудь позицию и затерпеть. Сильнее, чем когда твоя баба смотрит беременную в 16. Собственно, вот нам представляют всю палитру вариативности данных извращений с явным милитаристским подтекстом. Разведка десантников сразу открывает портал на завод General Motors, откуда появляются 250 тысяч отборных хаммеров. Короче, хаммеров всем хватит. Хамви РВС — разведбриджка с повышенной дальностью обнаружения за счет оптики в коряченое рядом с основным вооружением. Основное вооружение у него — пулемет винтовочного калибра, браунинг и гранатомет МК-19. И хамви ЛРАС — тоже разведбриджка, тоже с повышенной дальностью обнаружения. Основное вооружение — пулемет винтовочного калибра, браунинг и гранатомет МК-19. Снайперов у десантов теперь трое, а не двое, как было на прошлой бете у морпехов, что немного подымет живучесть и шансы на победу в очном комете снайперов. Первый номер вооружен болтовочкой-слушителем или мечтой всех техасских реддеков Барта 50-го калибра в громком варианте. Второй номер бегает с полуавтоматом М110, ну а третьему доверили М4 с подствольником. Без пилотники. Предатор, который теперь не модно называть предатором, он теперь у нас Грей Игл. И связано это с тем, что теперь он умеет таскать не два Хеллфайра, а четыре на секундочку, ракеты Гриффин и даже дать сдачи кому-нибудь летающим рядом и Стингеров, в чем я очень сомневаюсь. Глобал Хоук. Это здоровый как пельмень БПЛА-разведчик, у которого одна единственная функция. Это зреть и видеть все на большом расстоянии, чисто глаза в небе. Никакого вооружения нет, да оно ему и не надобно. ПЕХОТА! Лучший боец воздушно-десантных войск. КАКОЙ УЖАС! Спекообразующий отряд. Восемь бравых бойцов, вооруженных по последнему слову Попила. Новейшая стрелковая под калибр 6,8 мм. Автомат М7, недвусмысленно названный копьем. И пулемет М250 под тот же калибр. Испытания промежуточно-промежуточного патрона пройдут в Броккен Эрроу. ХУРА! Отряд огневой поддержки. Те же восемь рыл, но не такие блатные, как предыдущие. Тут у нас все старенькое, оттого не менее эффективное. Из интересного, два 240-х, два Жавелина. Отряд М2. Нет, это не боевые ССДшники. Это обладатели 100-летнего крупнокалиберного пулемета, который как раз таки следовало бы начать замещать, но все никак. Четыре типа, по 30 кг чисто дедовского пулемета на рыло. Отряд МК-19. То же самое, но с гранатометом. Особенно эффективен при навесной стрельбе из-за укрытия. Отряд ПТУР. Че тут говорить, четыре мужика, которые шмаляют из трубы горизонтально относительно земли. Отряд ПЗРК. Четыре мужика, которые шмаляют из трубы вертикально относительно земли. Пока толковали за пехоту, может вы подзабыли, то я напоминаю, что... Так вот, Хаммер у нас возит четыре пассажира, не считая экипажа, что мало. И вмещает всего лишь один малый отряд. Именно поэтому отряды сделаны такими. По четыре, по восемь. И именно поэтому начальство выделило нам баги. Не те баги, которые мы будем ловить на бете, а баги. Машину без дверей и крыши. И все ради того, чтобы туда в кочеря жились не каких-то четыре гринька, а целых восемь. Что уже два малых отряда или один средний. А знаете, какое у них вооружение? Пулемет винтовочного калибра, браунинг и гранатомет МК-19. Ээээ... Хаммер? Но на этот раз это Хаммер, который шмаляет из трубы горизонтально относительно земли. М8 АГС. Легкое алюминиевое безобразие, в базе 105-мм. Но на базаре поговаривают, что какие-то безумцы таки смогли в коряче туда 120-ку. Дооснащается керамикой, дезехами и казом. Хотя всем здоровым людям и так понятно, что даже экзибит не поможет. М551 Шеридан. Настолько хорош, что его изображение даже постеснялись вставить в деф-блок. Бешеная вьетнамская табуретка, шмаляющая из трубы и горизонтально, и куда попало. И с названием Птура, которым меня можно было пугать в детстве, а теперь только смешить. Саплай и... вы не поверите, но... да, снова Хаммер. А вооружение угадаете? Не, не в этот раз. Это Хаммер, который шмаляет вертикально относительно земли, да. А теперь машина, которую ну точно не угадаете. Ну, 100%. Ладно, заходи, это опять Хаммер, да. Последний, клянусь своим доступом в ОБТ. И даже вооружен не какими-то там пулеметами винтовочного калибра, брангами и гранатометами МК-19, а гаубисами с модными снарядами в стиле рэп. Йоу. МТВ. Нет, не этот. Вот этот. Это грузовик, который можно возить на чинуке, но нельзя сбрасывать с самолета. Служит основной наземной каретой развоза Саплая в этой деке. И да, это тот самый случай. Пулемет винтовочного калибра. Блядь, Ирина, ёп твою мать. Согласен, перебор. Также имеется его облегченный коллега ЛМТВ, который чуть поменьше и таки может быть выброшен вместе с вашей высадкой из литака, что будет полезно при развозе неудачно вывалившегося при десанте Саплая. Дальше нам опять показывают эту машину мороженщика, но на этот раз никакого мороженого, ведь вместо кузова здесь присобачена взрослая цаска с названием портфейна. Три топора. Аэромобильно, что позволит насыпать фугасным и кассетным вдали от дома. Ну и последний дубль. Сняли три топора и прикрутили снятые с первого попавшегося самолета на ближайшей авиабазе пилоны. Поскольку скручивали пилоны в спешке, то здесь есть и для амрамов, и для сайдвиндеров, отчего машина только выиграла и стала более эшелонированной в своем лице. Вертолеты. Black Hawk известен не только своими полетами, но и падениями. Может взять на борт 12 тел и 4 тонны груза, что позволит ему не только быть пассажирским, но и тягать по карте не особо тяжелые машинки. При таких движениях лучше тщательно придумывать операцию, чтобы внезапно не случилось магодиша. Чинук. Вертолет, который сразу вспоминается тогда, когда где-то демократия не случилась. Очевидно, будет самая работящая воздушная лошадка этой колоды, потому что быстрый, мощный и внутри поместится весь твой Суходричевский район. Можно подумать, что я снова начал картавить, но нет. Реально кайова. Бешуток интересный крафт, с опцией подвесить практически все по вооружению, с приятной гибкостью по кастомизации, так еще и возможность установки оптики и лазерного целеуказания. Apache. Один из самых заряженных вертолетов, особенно в варианте с ракетами Longbow, которые совершенно не требуют ее сопровождать, а значит, выживаемость противоответного огня будет высокой. К моему любимому, авиация. F-15C чистый файтер для завоевания Air Superiority, но это смотря сколько фабрик, сколько details, может быть very affordable. F-15E грязный файтер, который все еще может втащить, но уже не сильно хочет, ведь тягает столько веса, сколько жалко скинуть даже при виде мусоров. А вот его коллега с приставкой H, это вообще что-то неприличное. Столько добра на себе даже цыгани не носят, и армяне дома не держат. Я бы предложил разрабам выдавать какую-то уникальную рамку, золотую, например, на никтипам, которые смогут потратить все 22 ракеты за один вылет и вернуть летак домой. Стоит такой вылет, разумеется, будет как все биткоины на счетах Федеральной резервной системы, поэтому при выборе F-15EX на фулл-подвесах должна появляться надпись All-in у всех присутствующих в катке. C-17 Globmaster. Ответ, чем Берлиан, на Ил-76. Может взять всю твою деку в себя и помочь ее единовременно утилизировать. Также рядом приблудился Геркулес, нам уже знакомый, но чуть поболее, чем у Марпехов. Позволяет проводить высадку на низкой высоте, что недоступно предыдущему каргошипу. Вот он, обещанный мной Lancer Evolution B1, который будет ядерно бахать на все бабки. Аналог Ту-160, хотя в реале это и не так. Ну и, собственно, по моделькам и нововведениям все. Дальше большое полотно текста, где разраб нас учат играть. Но кому это надо? Кто я такой, чтобы читать эти инструкции, если 12 ноября я, собственно, ручно буду делать грязь и без этих ваших паттернов. Что там, взял две спеки, натыкал себе юнита, врываешься в катку, чики-бряу, разваливаешь лохов, насыпаешь им сорты хлюкать эстиммейтами в дискорде.